С профессиональным праздником Когда я выкладывала фотографии в соцсети, многие мои подружки говорили, что так классно получается, может ты и нашего ребенка сфотографируешь. И тогда я задумалась, может мне купить фотоаппарат и научиться это делать. И закрутилась. Более профессиональная оптика, группа ВКонтакте, студия. Следить за декором, обновлять интерьеры, радовать семьи новыми фотографиями. Любимое хобби переросло в профессию. Есть и минусы этой профессии, потому что, как, наверное, многие фотографы меня поймут, мы, когда дети ложатся спать, мы садимся за компьютер и до двух, до трех, до четырех ночи обрабатываем фотографию. Все ради яркого результата. Но только ли от фотографа зависит итог съемки? Профессионалы утверждают, грамотная подготовка семьи – залог успешной фотосессии. Вы собрались порадовать себя таким подарком? Для вас пять советов от Алины Крюковой. Первое – это нужно определиться с фотографом. У нас, в принципе, их очень много. Выбор большой. Заходите в соцсети, набираете фотограф и пошли искать. Второе – нужно определиться, где вы хотите провести съемку – в студии или на улице. На улице, конечно, получается шикарная фотография, особенно летом, осенью. Зелень – это очень классно. Но есть минус – у нас очень непредсказуемая погода, поэтому очень многие делают выбор в пользу студии. Потому что, в принципе, тут тепло, сухо, комфортно. И с ребенком, даже с маленьким, можно в любое время сюда прийти пофотографироваться. Дальше нужно продумать образ, которым вы будете фотографироваться. Если студия светлая, то подойдет, в принципе, любая одежда. Если студия темная, то избегайте черных, темных оттенков. Яркие, светлые, пастельные тона приветствуются. И смотрите за тем, чтобы вся семья в кадре смотрелась гармонично. Подберите всем примерно одного тона, одного цвета одежду. Это смотрится здорово. Можно просто одеть всей семье джинсы, босиком и белые футболки. Смотрится очень круто и стильно. Чтобы мама себя чувствовала комфортно и чувствовала себя королевой на съемке, это очень важно. Я, конечно, советую прибегнуть к помощи профессионального парикмахера и визажиста. Будет классно, если вы возьмете что-то семейное, домашнее из дома. Это может быть какой-то любимый всеми плед. Это может быть какая-то классная детская игрушка или книжка, которую очень любит ребенок. Когда он будет закапризничать, ей можно будет отвлечь. Эти пять простых шагов, по мнению Алины, помогут получить отличный результат. Фотографии, которые останутся с вами на всю жизнь.